Юридическая помощь может быть бесплатной. Правда, знают об этом далеко не все категории граждан, которым она должна предоставляться. Как работает закон о бесплатной юрпомощи на территории региона, обсудили в областном правительстве. Уполномоченный по правам человека отчиталось. За 10 месяцев текущего года с различными жалобами обратились более 2000 человек. 30% обращений – это из мест лишения свободы. Причем из них 61% – это по вопросам медицинской помощи. А вот если посмотреть от населения Ивановской области, на первом месте право на жилье – 20%. И вот в этом праве на жилье 61% занимают вопросы жилищно-коммунальные хозяйства. Граждане не осведомлены в правовых вопросах, рассказывает Наталья Ковалева. Не знают, куда обращаться и из-за этого страдают. Павел Коньков добавил, что и у чиновников в связи с этим возникает множество проблем. У нас есть жалобы, вы же сами прекрасно знаете, которые сразу обращаются в инстанции в 25. И вот все 25 инстанций, они тратят какие-то усилия на то, чтобы эту жалобу обработать. То есть это люди, это зарплата, это время. Начиная с ОН и кончая начальником ЖЭК. В городе существует юридическая клиника. Там консультации получают те категории граждан, которые прав на бесплатные услуги не имеют. Льготные категории консультирует 141 адвокат. Но делают это с большой неохотой. Времени тратят много, а получают за это мизер. Причина в недостаточном финансировании закона в регионе. В Тамбовской области выделено более 5 миллионов. В Рязанской области на реализацию закона Рязанской области о бесплатной помощи 1 миллион 820 тысяч рублей. Это включает в себя не только компенсацию адвокатам их труда, но и другие мероприятия, которые, я так думаю, что в нашей области также было бы возможно проводить. В 2014 году на эти цели в области выделено 124,2 тысячи рублей. В настоящее время израсходовано, то есть оплачено через областной бюджет, 83 тысячи 950. На оставшиеся средства подготовлены документы на оформление. В 2013 году на эти цели из 100 тысяч рублей израсходовано было 41 тысяча рублей. Возникает коллизия. Денег правительство выделяет мало. Наталья Ковалева настаивает на увеличении суммы до 300 тысяч рублей. Но и 100 тысяч не расходуются. Докладчики предложили активнее вести просветительскую работу, доносить до граждан их права. На самом деле я поддержу. Я не говорю, что до 300 тысяч рублей давайте эту сумму денег увеличим. И надо рассматривать вопрос о рекламе этого закона, чтобы люди о нем больше знали. А дальше посмотрим. Сколько же будет обращений, когда граждане будут знать о своих правах, неизвестно. Пока толпы идут и в общественную, и в адвокатскую палату. Минюст, департамент соцзащиты, прокуратуру. Только в этом году надзорный орган подал в суд 7400 исков по жалобам заявителей. Зачастую только после обращения в суд удается устранить нарушения в сфере ЖКХ. Например, выявлялись нарушения, когда управляющая организация в течение длительного времени незаконно выставляла счета за оказанные услуги по отоплению, стоимость которой была рассчитана исходя из тарифа, а не соответствующего закону. Наталья Ковалева также предложила увеличить спектр категорий граждан, которые будут иметь право на бесплатную юридическую помощь. По ее мнению, необходимо включить в перечень сирот старше 23 лет, обращающихся по вопросам защиты права на жилье и представителей несовершеннолетних потерпевших от насильственных преступлений против личности. Омбудсмен в недавнем прошлом Андрей Кабанов считает расширение списка преждевременной мерой. Давайте сначала все-таки эту модель нормально обкатаем. Давайте пока научимся оказывать бесплатную помощь тем людям, которые сейчас у нас прописаны в законе, потому что у нас в свое время были жалобы на неоказание тем категориям граждан, которым это положено. Первоочередная задача правительства, местных властей, юристов и представителей общественности донести до максимального количества граждан информацию об их правах. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Однако не все органы...